Преподаватель Жан Сугуру в колледже Айдана Нурлана на тема нашего сегодняшнего урока «Многогранники. Призма». Сегодня на уроке мы познакомимся с такими понятиями, как многогранник и призма. Наша цель – получить привычные знания об объемных телах – призме, пирамиде, цилиндре, конусе, шаре, их элементах, свойствах, научиться вычислять площади, поверхности и объемы. Объемные тела. Что же из себя представляют объемные тела? Оглянувшись вокруг себя, мы всюду обнаружим объемные тела. Это такие геометрические фигуры, которые имеют три измерения – длину, ширину и высоту. Тело, имея три измерения, является объемным, если в него можно поместить кобик или шарик. Призма, пирамида, шар, цилиндр и конус имеют три измерения. Это многогранник – тело, ограниченное поверхностью, состоящее из плоских многоугольников. Это грань многогранника – один из многоугольников, образующих поверхность многогранника. Это ребро многогранника – общий отрезок, соединяющий две грани многогранника. Это вершина многогранника, точка, где три или более рёбер многогранника пересекаются. Просмотрев видео, давайте запишем определение многогранника и элементы. Многогранник – определение. Тело, которое ограничено плоскими многоугольниками, называется многогранником. Например, куб ограничен равными квадратами. Правильные многогранники – тетраэдр, куб, октаэдр и косаэдр. Элементы многогранника. Многоугольники, образующие поверхность многогранника – грани. Стороны этих многоугольников – рёбра многогранников. Вершины многоугольников – вершины многогранника. Многогранники, в свою очередь, делятся на две категории. Это выпуклые и невыпуклые. Выпуклый многогранник лежит по одну сторону от любой плоскости, содержащей любую её грань. Например, жёлтые многогранники на рисунке – это выпуклые. Голубой и коричневый многогранник – невыпуклые. Давайте разберём задание. Под какими номерами на рисунке изображены выпуклые многогранники, а под какими – невыпуклые. Призмой называется многогранник, который состоит из двух плоских многоугольников, лежащий в равных плоскостях и совмещающийся параллельным переносом, и всех отрезков, которые соединяют соответствующие точки этих многоугольников. Боковые грани – параллелограмм. Определение прямой называется призма, у которой боковые ребра перпендикулярны основаниям. Боковые грани – прямоугольники. Призма – это пространственная фигура, которая имеет два равных параллельных основания и параллельные боковые ребра. Понятно. Например, конус не является призмой, потому что у него только одно основание. Правильно. Теперь я знаю, как разложить фигуры в соответствующие коробки. В зависимости от основания бывают различные призмы. Если основание призмы – треугольник, то ее называют треугольной призмой. Если четырехугольник, то призма называется четырехугольной призмой. Аналогично – пятиугольная призма, шестиугольная призма и так далее. Данные тела называются призмами. Эти две грани называются основаниями. Основания являются равными многоугольниками. Остальные поверхности называются боковыми гранями. Представлена правильная треугольная призма. Почему правильная? Смотрите. Боковые грани правильной призмы перпендикулярны ее основаниям. Основания равны и параллельны. Представлены шесть пар взаимно перпендикулярных граней в призме. В данной призме есть только одна пара параллельных граней. Эти два ребра параллельны. Эти два ребра тоже параллельны. Эти два ребра перпендикулярны. Эти два ребра тоже перпендикулярны. Параллелепипед, куб. Параллелепипедом называется призма, в основании которой лежит параллелограмм. Противоположные грани параллелепипеда равны параллелограммой. Параллелепипеды бывают прямоугольные, прямые и правильные. Прямоугольным называется прямой параллелепипед, у которого основание прямоугольник. Правильным называется прямоугольный параллелепипед, у которого в основании лежит квадрат. Кубом называется прямоугольный параллелепипед, у которого все ребра равны. Давайте обратим внимание на развернутый параллелепипед. Разрежем данный прямоугольный параллелепипед вдоль некоторых его ребер. Соответствует ли полученная фигура развертке данного прямоугольного параллелепипеда? Давайте выполним тренировочные задания. Сколько ребер у треугольной призмы? У четырехугольной призмы? У пятиугольной? Существует ли призма с десятью ребрами? Какой многоугольник лежит в основании призмы с восемнадцатью ребрами? Изобразить прямой параллелепипед с основанием ромба. Поверхность и объем призмы. Боковая поверхность призмы – это сумма площадей всех боковых граней. Площадь полной поверхности призмы – это сумма площадей основания и боковой поверхности. Объем призмы равен произведению площадей основания на высоту призмы. Для куба представлены следующие формулы. Площадь основания – это и есть сторона в квадрате. И для закрепления давайте проведем проверочный тест, который состоит из шести вопросов. Домашнее задание. Решить следующие задачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok